Гунны — это мы, славяне. Казалось бы, странное утверждение. Но у него в определенный момент имелось немало авторитетных сторонников, из числа весьма образованных людей своего времени. И дело даже не в традиционных попытках западных историков именовать своих восточных соседей злобными гуннами. Причем это правило работает для англичан к германцам, от германцев к полякам, а от поляков к русским и далее на восток. Славяне один из немногих народов мира, чьи корни настолько хорошо скрыты во тьме веков, что за сотни лет ученые крайне мало продвинулись в их поиске. Если у римлян-германцев и даже армян есть документированные хроники легенды и упоминания о них соседей с самых древних времен, то славян в Европе решительно не видно до раннего средневековья. Славяне невидимки и такой же вопрос их происхождения. Где прятался этот народ или под чьим именем он был известен до того, как стал назваться славяне? В раннюю эпоху отечественных изысканий. Все было довольно просто. Ломоносов настаивал на исконном происхождении славян в нынешних местах обитания и выводил их от Сармат. Это, конечно, чрезвычайно удлиняло историю славян, но аргументы приводились очень наивные, дескать, сарматы всегда жили рядом и не могли не быть предками славян. А племя Роксаланов, одно из сильнейших у сарматов, это по названию Россов и Аланов как союза. После смерти Ломоносова эти версии быстро и стыдливо позабыли, но проблема от того не исчезла. Древние авторы упорно не видят в Европе славян. Попытки же записать терпит крах. Так как Венеды отмечаются на огромной территории от Британии до Эстонии и явно принадлежат к разным этносам. Кроме того, гидронимы русской равнины имеют балдское и частично кельтское происхождение, что говорит о проживании здесь этих этносов. Но не славян, так как названия рек крайне редко меняются и обычно передаются от народа к народу. Значит, славяне-пришельцы в Восточной Европе, а сделать это они могли только в один период, великого переселения народов. Иначе перемещение такой массы людей было бы зафиксировано у цивилизованных народов. И здесь дадим слово Дмитрию Иловайскому, одному из крупнейших отечественных историков. Он полагает, что гунны не были выходцами из азиатских окраин, а являлись коренными жителями востока Европы, восточной половиной славян, которые еще не перешли к оседлости и вели кочевую жизнь. Он задается вопросом, почему древние авторы упорно отождествляют славян и гуннов. Прокопий Кисарийский говорит, что склавины и анты соблюдают гуннские обычаи, Кедрин прямо говорит, гуны или склавины. Беда, достопочтенный называет гуннами западных славян, а саксон-грамматик говорит о войне дачан с гуннским царем, причем под гуннами разумеет западных славян и так далее. Он ссылается на Птолемея, который говорил о жизни гуннов у Азовского моря, в болотистой местности на Кубани, в зоне обитания сарматов, которых Иловайский также полагал славянами. А чтобы как-то увязать земледелие славян с кочевой жизнью гуннов, он полагает, что славяне земледельцы, антовенеды и склавины это западная часть славян, а гунны, их восточные братья, менее оседлые. Имена гуннов, баламбер, ветимер, вполне могут быть выведены в славянские, например в имя Владимир. А главная аргументация идет из описания посольства римлянина Приска, который посетил ставку Аттилы. Приск сообщает о рубленных деревянных избах, где живут гунны, хотя для степняков куда привычнее юрты. О водящих хороводы девушках на холмах, о поднесении ему по приезду хлеба, который он должен ритуально попробовать. А затем Приску предлагают местных девушек для утех. На Перу Аттилы все пьют из деревянных кубков некий напиток медос, а другие иной напиток камос. Вам ничего не напоминают эти картины? Это больше похоже на приезд барина в крестьянские владения, времен Некрасова, где его встречают хлебом и солью, и угощают медом или квасом. И еще сокрушительный аргумент, одно из немногих известных нам гуннских слов Страва, погребальное пиршество, имеет славянские корни и до сих пор употребляется у западных славян в том же значении. Суммируя, Лавайский восклицал, если, говорит он, не признать в гуннах славян, то как же объяснить исчезновение гуннов, куда они в конце концов девались, не могло же такое многочисленное племя затеряться в толпе народов, да и при том, какие это могли быть народы. Если гунны были ордой монгольского племени, то единственно подходящим народом, в котором могли вместиться гунны, являются венгры. Но венгры явились в припонтийские и придунайские степи только в конце девятого века, следовательно, приблизительно 400 лет спустя. Где же все это время были гунны, и что они делали, если их не разуметь под именами болгар, уличей северян и волынян, да и по численности мадьяры были ничтожны сравнительно с гуннами. Так гунны ли славяне? К сожалению или к счастью совсем нет. Гипотеза Иловайского вызвала яростную критику лингвистов, так как он очень выборочно взял похожие имена гуннов на славянские, игнорируя такие как Заберган, Айбар, которые имеют полные аналоги в тюркских. Тугаркан, Шарукан Айбарс. А выдаваемые за славянские имена Баян и Берих. Это тюркские Баян и Берик, богатые и крепкие соответственно. Мед вполне мог быть славянским напитком, но Приск не пишет, что это гуннское слово, а славяне скорее всего были среди гуннов Аттилы и могли сохранять свои пищевые привычки. Камос это не квас, это древний напиток, который знали еще и лирийцы задолго до славян. Ссылки на Прокопия или Саксона имеют место, но никто их них не пишет о явном тождестве славян и гуннов, они лишь указывают на сходство нравов и общей исторической территории проживания. А уже далее археология обнаружила резкий контраст между славянами и гуннами. Гунны имеют сильную монголоидность или уралоидность и действительно могли казаться римлянам уродливыми, чего о славянах никогда не писали. Антропологический тип славян и гуннов совершенно разный, а значит общей этнической истории у них не было. Гунны не просто кочевники, а кочевники-экстремалы, имеют крайне бедный инвентарь, очень примитивные изделия, узнаваемые по стилю и композициям, что совершенно отличает их от славянских. Славяне никогда не были кочевниками и почти не использовали лошадей в военных действиях. Что опять же резко отделяет их от гуннов и стать вдруг виртуозами конного боя еще ни одному земледельческому народу не удавалось. Как же славяне оказались среди гуннов? Скорее всего славяне выполняли у гуннов функции тылового обеспечения, как позже у авар. Они перемещались вместе с войсками гуннов, обустраивая им временные ставки, где те могли перезимовать или перегруппироваться для новых атак. Поставляли кочевникам продовольствие, женщин и предметы обихода. Поэтому приск в ставке Атилы видит множество примет славянской жизни, так как для гуннов это была просто база, основным населением которой были рабочие и обслуга. Да это было определенное рабство, но уже не первое и не последнее в истории славянства. Гунны вероятнее всего перехватили славян у готов, с которыми они жили достаточно равноправно, а вот ранее у сарматов державы Фарзоя славяне также находились в зависимости и угнетенном положении. Но это не исключает того, что некоторые славяне могли делать у гуннов хорошую военную карьеру. Так что гунны это совершенно не славяне. Если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал.